А правда, что после рождения Эмилии ты во второй раз влюбилась в Эмили? Я скажу так, что, если честно, все больше и больше с каждым днем я понимаю, что действительно здорово, когда ты выбираешь человека, своей судьбы, и он выбирает тебя, и ты понимаешь с каждым днем, что это тот человек, это твой человек, это действительно должно было случиться, и когда еще вдруг Бог дает такое счастье, что рождается ребенок, и вы становитесь единым целым, потому что в этом ребенке кровь твоя и его, твой любимый человек, это, конечно, потрясающее чувство, и влюбляешься все больше и больше. Понятно, но второго пока, насколько я понимаю, не собираетесь заводить, то есть нужно немножко вернуться к зрителю. Конечно, хотя уже говорят в шоу-бизнесе, что Катя Лель собирается родить второго ребенка, это сплетни, это слухи, на самом деле, если Бог даст, через несколько лет это будет. А так сейчас, конечно, огромное желание приступить активно к работе, что мы уже сделали, и вот этим наслаждаться. Пусть это будет трудно, пусть это будет, как всегда, без сны ночи и прочее, неважно. Главное, жить в своей любимой профессии. Прекрасно. Так как дочь рождена была во мне, в женском организме, да, и состоялось ее рождение, то, конечно, больше она будет музыкальным человеком. Хотя, знаете, ну все в жизни бывает. А, кстати, она какая, спокойная или кричит? Вот как вообще? Она абсолютно знающая себе цену. Да? Ну, а когда кричат какие-то ноты, ты там слышишь? Конечно. Причем, когда я недавно ее кормила, и, значит, разговариваю по телефону со своим педагогом по связкам, она врач, известный профессор, заслуженный, и она говорит, о, Катя, у вашей девочки такие связки. Это хорошие связки. Она так кричит, у нее все в полном порядке. То есть у нее будет, наверное, голос круче, чем у мамы. Я говорю, спасибо. То есть это хорошо. Поэтому она очень степенна. Я сейчас вообще не понимаю, дети – это что-то нереальное. Поколение, какие-то галактические дети. То есть совершенно другие параметры. Когда ребенок начинает держать головку? Не в несколько месяцев, а уже на второй день после родов. А что у тебя так было? Ну да. То есть начинает она уже общаться раньше, чем нужно. То есть ребенок совершенно… Может, потому что это мой ребенок, мне так кажется. Но вообще нет. К нам же приходят врачи и говорят, ой, у вас очень ранняя девушка. Вот она уже держит головку, вот она уже огукает, вот она уже улыбается так рано. Поэтому приятно, что есть то общение и с каждым днем, и то, что с каждым днем, а с каждым часом. Ты видишь перемены, что она взрослеет, что она уже… Уже что-то новое, интересное появляется. И, конечно, эти эмоции непередаваемы, потому что это просто радость бесконечная. Замечательно. Замечательно. Замечательно.